Добрый вечер! Немногие в Самаре помнят, что первым рабочим местом актера Вениамина Смехова был наш Самарский драм-театр. Последние три года актер снова стал часто приезжать в Самару, и нам удалось встретиться с ним и поговорить в том числе о работе в Самарском театре. Вениамин Борисович, вы приезжаете в Самару, вы не гоните от себя мысль, что сложись обстоятельства как-то иначе вы вообще могли бы здесь и до сих пор, может быть, жить? Нет у вас таких ассоциаций с нашим городом? Ассоциаций много, но себя подозревать в абсолютной глупости я не могу. Вот обстоятельства были такие, какими они были, но вот мои друзья, в том числе те, кого вы сейчас видите, это самый главный друг, Александр, знают, что когда я приезжаю уже в третий раз, то у меня начинается такое знобливое состояние, хочется увидеть театр. И вообще вот это место. А дальше, ой, вот здесь я спускался. А вот здесь, Лена, это было в 61-м году, вы это понимаете? Октябрь 61-го года, и я пацан, и я москвич, и я, в общем-то, балованный, хотя из коммунальной квартиры до 25 лет, я вообще не знал, что такое горячая вода, но это была норма для всех. И дальше я был в течение года в каком-то стиснутом состоянии, из которого выход был вернуться домой, как на родину. Вот ностальгия. И только спустя лет 20, когда мне неслыханно повезло с театром, а ведь я сначала хотел уйти из театра, я разочаровался в себе, и все. А потом вдруг Таганко, Любимов, такие роли, такие зрители, такие партнеры, такие пьесы, что жизнь сама меня куда-то унесла в сторону. Но спустя там еще один поворот истории, где-то в Болгарии, в Варне, которая оказалась побратимка или посестримка Куйбышева, Самары, мы встречаемся с Монастырским. И дальше я киноленту свою отматываю назад. И там я оказываюсь, оказывается, счастливым человеком. Потому что за один сезон девять ролей, из которых три или четыре главные, Монастырский доверил мне на пару с Михаилом Григорьевичем Лазаревым, которого тоже помнят в Самаре, замечательный артист. Ну и на закуску Парторг и директор студии. И мы, значит, он вторую часть Монастырский, Лазарев директор студии, а я делаю первую часть пьесы Леонова «Обыкновенный человек». И это было так хорошо, что спустя там сорок лет Иван Морозов, замечательный артист, ну вот ваш земляк, и он уже где-то встретился у меня в Риге, и он говорит, я ваш ученик. Он, по-моему, у меня по возрасту даже старше. В Симферополе, в театре, я встречаю человека, который играет в «Мастера Маргарите», и говорит, а вы меня не помните, я Семенов. А, конечно, ну, это такие странные чудеса истории, может быть, потому что я воспитан жизнью, родителями, Господом, вне всякой театральной интриги, зависти, ревности, вот так, ну и, слава Богу, так. Довольно послушный человек. Со мной, этим самым режиссером, очень удобно. Я знаю, есть такое. Когда я режиссер, актер меня слушается. Когда я актер, я слушаюсь режиссер. В общем, очень много я набрался. А скажу теперь главное. Главное все-таки осталось, это имя Засухина, Николай Николаевич. Великий русский актер. Когда говорят, великий русский актер, называют раз, два, три, десять малой, по-настоящему людей, которые воплощают, ну, лучшее, что есть и в России, и в искусстве России. Вот Николай Засухин был таким. И фронтовик, и грибник, и рыболов, и замечательный папаша, и муж, а жена замечательная актриса Нина Засухина. И как... Ну, в общем, сложилось многое, я не буду повторять, я это уже и описывал, и все. Короче говоря, Засухин остался для меня великим учителем. Я благодарен и монастырскому, и театру, конечно, и этому сказочному, прянишному по архитектуре, так называется, домику на площади Чапаева, дом один. И во всем мире, где я встречаю самарцев, то я... мы свои люди. Вы приезжаете с театром, в то же время вы много читаете, и я так понимаю, что это тоже своим образом у вас такое возвращение к молодости, к тому времени, когда вы думали, стать ли писателем или актером, и получается, что вы успели абсолютно все, и сейчас вы показываете Самаре другого. Это вы, Лена, подглядели. У меня в руках действительно книжка, и я вообще писатель до того, как стал актером, а потом после Куйбышева, Самары, я собирался уйти в литературу. И уже даже... там уже был договор у меня с Институтом мировой литературы имени Горького, аспирантура и так далее. Но, слава богу, я остался актером, стал еще и режиссером, и остался литератором. И это во многом связано с уникальностью театра на Таганке, потому что у Любимова мы были соавторы. Как говорил великий художник Воровский, Любимовский и всемирный художник, Любимов – гений коллективного труда. Он создал вот такую команду, в которой очень много вам, всем дорогих людей, как Высоцкий, Золотухин, Хмельницкий, Демидова, Славина, Бортник, Филатов, Шаповалов. Когда мы были молодые, на Таганке никто нас не знал, говорили, вот есть такой гений. Любимов, он всем актерам выкручивает там, актеров мы не знаем и не узнаем. Оказалось, оказалась удача. И вот эта удача связана еще с моей, конечно, литературной профессией. Потому что благодаря Любимову я сделал несколько пьес, композиций. И они, и Любимов поставил. И о Маяковском, послушайте, был знаменитый спектакль. А мне вот 51 год тому назад Любимов поручил написать о любимом поэте какую-то композицию по стихам, по жизни, по статьям, по трагедии. И мы играли Маяковского в пятером. В пятером Щербаков, Хмельницкий, Золотухин, Высоцкий, я играли. Начальство запрещало. Советское начальство было лютое по отношению к нашему театру. И театр выстоял не благодаря, а вопреки руководству страны и начальства. Потому что заступничество было самое высокое. От Шестаковича до Шкловского. И все наши видные академики-ядерщики, они как раз дорожили русской культурой, которая развивается. Поэтому для них имена Любимова, Эфроса, Ефремова, Товстоногова, Монастырского, потому что Монастырский тоже был революционер. Сначала, поначалу. Ну, одним словом, литература осталась. Сегодня я привез, и там остались еще на груши, на прекрасной груши остались мои книжки о Таганке. Это сценарий для канала «Культура» «Золотой век Таганки». А эта новая книжка называется «Записки на кулисах». Как у Булгакова записки на манжетах, у меня записки на кулисах. И здесь любимый жанр, литературный портрет. То есть те, с кем я знался, или дружил, или сотрудничал, или просто мог разговаривать. Там такие действительно гениальные люди, как Николай Эрдман, или Лиля Брик, или Давид Самойлов, или Владимир Тендряков, Юрий Трифонов, Смоктуновский, Миронов, Висбор, Высоцкий, Любимов, Боровский. И вот такой состав этой книжки для меня весьма дорогой. Ну, вчера я играл в Самаре спектакль. Это второй раз в жизни теперь уже без Любимова и без Таганки, но с актерами Таганки, Высоцким, Дмитрием и Марией Матвеевой, мы сыграли спектакль «Флейта позвоночник». Я придумал вот по-другому. Это Маяковский. От рождения до гибели. И там имена Есенина, Пастернака, Пушкина, Лермонтова соединяются с Маяковским. И чудесные ребята. Они и актеры, и музыканты. Дмитрий Высоцкий с двумя образованиями, в том числе военно-музыкальное училище. Любимец Юрия Любимова, однофамилец Владимира Высоцкого, тоже лидера Таганки в свое время. И мы играем «Флейту», сыграли ее. Теперь мы ее играем. Это высокая честь. В Самаре, еще выше, на Грушинском фестивале, в Новокуйбышевске, где я играл. А до этого были другие города, тоже неплохие. Рим, Нью-Йорк, Вашингтон, Воронеж, Астрахань, Лондон. Выбирая из поэтов начала XX века, насколько легко вы определились с вашим любимцем? Ведь там много замечательных авторов. Почему именно Маяковский восторг? Нет, в общем-то, на этот вопрос трудно ответить. Вопрос о том, кого выбирать в культуре, не стоит. Потому что все, что мы имеем и для себя, и для всего мира, и для истории – это культура. Какие-то люди недолюбливают нового любимого, Кирилла Серебряникова. А зал переполнен молодежью, не дураками, не случайными людьми, а любителями искусства. И это чудо, что искусство продолжается. И Брусникин, и Рыжаков, и Максим Диденко, Карбаускис, ну и, конечно, самый-самый лучший на свете Петр Фоменко, чьи ученики тоже сегодня руководят театрами и ставят спектакли. Такое богатство сегодня, и не только в Москве, слава богу, а вся страна наполнена театральным бумом. Люди ходят в театр, много ходят в Самаре в театр. Да, да. Еще лет 10 назад не ходили, осторожничали, или дорого было, или как-то еще. Сейчас почему-то опять вот бум театральный. А что касается поэзии, ну, да, у нас богатство. Для меня самое счастливое в эти годы, и в том числе вот в те годы, когда я приезжаю, вот уже в третий раз, можно сказать, в родной театральный город Самару, Маяковского много, всегда. Но он и был, как Пушкин в 19 веке, чуть-чуть впереди всех. Так что за здоровье Самары. Кто-то из этих новых имен станет героями вашей следующей книги? Какие? Вы собираетесь уже... Нет, я так специально не... Ничего. Ну, что-нибудь жена подскажет. Она не дает мне спокойно. Сейчас есть идея у нее, чтобы я написал о Маяковском, например. Я по секрету, вы никому уж не говорите. Потому что Маяковского было очень много в жизни. Но как его читать, как к нему подходить, и как обойтись без слухов, сплетен, гадости, наветов на него, на Лилю Брик, на Бродского, на Высоцкого, на Пушкина. Вот что у нас все в порядке? Это слухи, сплетни. Целые тома я увидел. Анти Ахматова. Но только прочитал 4 страницы, уже было тошно. Но, слава Богу, мы можем читать все и наслаждаться чтением настоящих поэтов и их стихов. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. С телетрителями увидимся, как обычно, ровно через неделю.